Путин открыл там свой счет Он привел туда свою зарплату Он отвечает за самые секретные стороны жизни Путина Его деньги, личные связи и досуг Единственное в истории телеинтервью дал в марте 2014 У нас в гостях Юрий Валентинович Ковальчук Один из тех, кто оказался в санкционных списках Запада Пропагандист Киселев представил Ковальчука доктором физико-математических наук Хотя наукой он не занимается уже более 30 лет На самом деле Ковальчук держатель путинского общака И член печально известного кооператива «Озеро» Он стал банкиром и медиамагнатом для координации пропаганды В дезинформационной войне Кремля Наши следователи обнародовали очередные свидетельства зверств украинских нацистов Говорят, что Ковальчук единственный в окружении Путина Обращается к нему на «ты» Во времена коронавируса он был все время рядом с ним И превратился в де-факто второго человека в России Самого влиятельного во всей свете президента Человек, который ведает у него личным банком Всей внутренней политикой России Лояльными медиа И самое главное – женщинами 71-летний российский миллиардер – близкий друг Путина на протяжении десятилетий Хотя Ковальчук не имеет государственной должности Он оказывает значительное влияние на политическую ситуацию в России Он известен своими антилиберальными и антизападными взглядами А также конспиративным мышлением Идеолог разрушения украинского государства и победы России в войне над Западом По данным издания Wall Street Journal Ковальчук был одним из влиятельных людей, кто поддержал полномасштабное вторжение в Украину Утверждая, что война может доказать силу России Украина – это место добывания прибыли Это не дом Потому что если бы это был для них дом Я имею в виду для крупного бизнеса Украины Они бы никогда в жизни то, что там сейчас происходит, не устроили Потому что в своем доме такое устраивать не будет никто А это старший брат Юрия Ковальчука – лжеученый Михаил Сегодня ситуация колонизации порабощения заменилась технологическим порабощением Раньше вы это делали с помощью военной силы А сегодня вы делаете это технологически Я вам приведу простой пример Интернет Что такое интернет? Это цифровой гулаг В чистом виде Он один из главных путинских подхалимов и конспирологов в псевдонаучном мире Кремля Владимир Владимирович, на самом деле, он, конечно, уникальная личность, я хочу вам сказать Создание оружия, о котором вот говорил президент, там, кинжал, авангард Фактически поменяло ситуацию в мире Мы всегда догоняли американцев А сегодня мы впереди впервые в истории Он вместе с хором пропагандистов прививал россиянам мысль о непобедимости российской армии и загнивании Запада Вся система американцев, заточенная триллионы на создание противоракетной обороны Это было главное А сегодня создание вот этой крылатой ракеты, да, или вот баллистической, не баллистической Это уничтожение их системы противоракетной обороны Нет защиты, они беззащитны Значит, они зря потратили свои деньги И они сегодня догоняющие Если человеку объяснили, что все написано в Википедии, учиться не надо И все есть в интернете То дальше мы выстраиваем общество из людей Которых простая вещь, а рубильник вырубил и отрезал головы этим всем людям В российских СМИ его называют великим нанотехнологом В середине двухтысячных он обещал россиянам чуть ли не бессмертие Благодаря умным рубашкам и трусам, которые следят за состоянием человека А еще медицинских нанороботов, способных уничтожать раковые клетки, инфекции и заторы в артериях Именно он первым начал распространять в России миф о так называемых служебных людях Которых хотят создать на Западе Некая элита всегда пыталась весь остальной мир поставить себе на службу Сначала был рабовладельческий строй Потом был феодальный Потом был капитализм в том или ином виде Так кто же такие Юрий и Михаил Ковальчуки? Эти крайне успешные братья родились в Ленинграде В семье известного в научных кругах советского историка Украинского происхождения Профессора Валентина Михайловича Ковальчука Он как исследователь блокады Ленинграда Имея высшую форму допуска Фактически сделал публичными важнейшее сведение О числе жертв этой трагедии От наказания за разглашение гостайны Его спасло заступничество маршала Жукова На производстве худо-бедно кормили Но как могла выжить семья из трех ждевенцев При дневной норме 125 грамм хлеба на человека По стопам отца братья Ковальчуки тоже пошли в науку Однако в другую сферу Оба стали докторами физико-математических наук В начале 90-х с открытием новых возможностей Младшего Юрия привлек бизнес Банк России был одним из первых коммерческих банков в СССР Он был создан в 90-м году Ленинградским обкомом Но после запрета Компартии его работа приостановилась А деньги КПСС в нем зависли Быстрее всех в ситуации сориентировались физики Бывшие коллеги по институту имени Йоффе Ковальчук, Фурсенко и Якунин Получить контроль над банком было непросто И группе понадобились связи в руководстве города Тогда Якунин вспомнил своего сослуживца по госбезопасности Путина Который к тому времени стал вице-мэром Петербурга Якунин познакомил Путина с Ковальчуком Так началось многолетнее взаимовыгодное сотрудничество Банк России стал спонсировать политическое восхождение Путина Я исхожу из того, что вообще нужно относиться к истории Как к тому, что было И этого не вычеркнуть из нашей истории С приходом Путина к власти государственные активы На более чем 60 миллиардов долларов По заниженной цене перешли в руки Банка России Ковальчука И юридическим лицам, которыми владели Другие сторонники Путина Братья Ротенберги и Геннадий Тимченко Эти факты выявило расследование Российских оппозиционеров Владимира Милова И Бориса Немцова Последнего застрелили в 2015 году В нескольких сотнях метрах от Кремля Затклая атмосфера репрессий, лжи, воровства Она на самом деле соседствует с каким-то невероятным страхом Который я, может быть, не сильно чувствую Но наш народ чувствует очень После оккупации Крыма России В 2014-м полуостров фактически стал колонией Членов кооператива «Озеро» Ковальчук с согласия Путина прибрал К рукам винзаводы «Массандра» и «Новый свет» Его Банк «Россия» стал управляющей компанией Аэропорта Симферополя И попал под санкции За спасение финучреждения взялись на самом высшем уровне Намерен открыть там свой личный счет И более того, дам указание управления делами Чтобы туда переводили мою заработную плату Когда днем объявили то, о чем вы сказали Что Путин открывает счеты в банке Во второй половине дня Банк был наводнен людьми Причем это люди совершенно разные Какими людьми? Это совершенно разные люди Это известные люди, это простые люди Зачем они туда пришли? Они пришли открывать счет в банке России Ковальчук использовал свой банк Чтобы создать медиаимперию для утоления жажды Путина Подавить негативное освещение собственной политики В 2008 году появилась национальная медиагруппа Ковальчука Которая включает первый и пятый каналы РЕН-ТВ, газеты «Известия» и «Комсомольская правда» и другие СМИ Кроме одних из наиболее влиятельных российских телеканалов В руках Ковальчука оказалась и крупнейшая соцсеть России ВКонтакте После запрещения Фейсбука и Инстаграма в России ВК играет невероятно важную роль в удержании контроля над населением Распространяя нарративы, выгодные Кремлю И наказывая тех, кто использует соцсеть для освещения противоположных взглядов Социальная сеть ВКонтакте за последний месяц по очевидным причинам Приняла множество блогеров с других площадок После смены владельцев ВК уволили большинство руководителей А на их место пришли родственники Ковальчука Сегодня соцсеть максимально открыта для российских спецслужб Кремль использует ее для привлечения наемников в войне России против Украины А также для создания армии прикормленных блогеров, искажающих общественное мнение Для тех, кто списал эту платформу со счетов, наступило время обновить свои знания Сейчас Ковальчук владелец крупнейшей доли Банка России, больше третий Его состояние Форбс оценивает в миллиард 300 миллионов долларов До полномасштабного вторжения в Украину у него было больше трех миллиардов По информации газеты «Ведомости» он также является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости На одной из главных улиц в центре Москвы, Тверской Нет, я не против того, что вы можете иметь квартиру за границей или виллу на Лазурном берегу Ради бога, вопрос заключается в том, где дом Банк Ковальчука зарабатывает миллиарды на платежах ЖКХ, говорится в расследовании интернет-издания «Проект Медиа», чья деятельность признана нежелательной в России Многие из вас, сами того не ведая, каждый месяц отдают в Банк России свои кровные деньги Вот смотрите, я простой житель Подмосковья, каждый месяц подхожу к этому почтовому ящику для того, чтобы достать самую обыкновенную платежку за услуги ЖКХ Вот она И из нее мы как раз можем понять, какой банк обслуживает наш платеж Очень мелким шрифтом, но здесь указано Это Банк Россия Юрия Ковальчука Причем, если вы думаете, что он делает это бесплатно, вы ошибаетесь Банк получает с этого комиссию до 2,5% Юрий Ковальчук и Путин не разлей вода У них обоих есть дома в эксклюзивном дачном кооперативе «Озеро» Юрий Валентинович, согласно панамским документам, устроил свадьбу дочери Путина в 2013 году Даже постоянный пилот батискафа Путина оказался долларовым миллионером и племянником Ковальчука У родственников и любовниц Путина есть доли в компаниях его друга Так Светлане Кривоногих, которая, как пишут в СМИ, родила Путину третью дочь принадлежит 6,3% акций Банка России Возьмем для примера национальную медиагруппу Президентом Ковальчук там поставил своего любимого племянника Кирилла А председателем совета директоров, бывшую гимнастку Алину Кабаеву Причем не просто так Консильери президента платят ей зарплату 800 миллионов рублей в год Вспомним еще одну дочь президента, Марию Воронцову Ей Ковальчук выдал 20% в одном из своих медицинских бизнесов Тем временем Ковальчук-старший Михаил вместе со старшей дочерью Путина, Марией Воронцовой Стал куратором всей генетики в России Он утверждал, что расшифровал геном русского человека Параллельно освоив госпрограмму на 127 миллиардов рублей Мы от Бога богаты Мы себе можем позволить, мы вас наняли драть железо и делать для нас эти мерседесы Пока нам этого не хотелось Как пишет новая газета, Михаил Ковальчук превратился в главного ученого России Его называют любимым физиком президента Путина Изучением физики его интересы не ограничились В копилке Ковальчука немало экстравагантных идей Фактически сегодня возникла реальная технологическая возможность Выведения служебного подвида людей Псевдоученый Михаил Ковальчук быстро нашел свою аудиторию в лице Путина и Лаврова Уже можно это представить, даже не очень теоретически, а уже можно практически представить Что человек может создавать человека с заданными характеристиками Это может быть гениальный математик Это может быть гениальный музыкант Но может быть и военный Человек, который может воевать без страха И без чувства сострадания и сожаления И без боли Золотой миллиард, или сколько там у них сейчас Во главе этого золотого миллиарда Реально решают политические вопросы Хочется сократить население планеты Потому что все равно на всех всего никогда не хватит А сегодня биологически это становится возможным сделать Свойство популяции служебных людей очень простое Ограниченное самосознание И когнитивно это регулируется элементарно Мы с вами видим, уже это происходит Вторая вещь – управление размножением И третья вещь – дешевый корм Это генно-модифицированный продукт И это тоже уже все готово И этот шарлатан без малого – президент Курчатовского института Когда-то кузницы ядерных технологий СССР На финансирование ведомства Михаила Ковальчука Государство в последние годы выделяет десятки миллиардов рублей Чтобы ядерные угрозы Путина не были такими голословными Но у нас есть чем ответить И применением бронетехники дело не закончится Но на самом деле Курчатовский институт Служит для отмывания колоссальных сумм Из госбюджета в карманы Ковальчука-старшего Который продолжает запугивать россиян Например, созданием в США генетического оружия Благодаря достижениям современной генетики Вы можете создавать эту клетку Этногенетически ориентированно на конкретный этнос Это может быть безопасно для одного этноса И вредоносно, смертельно, для другого Впоследствии аналогичный бред, что США хотят создать биооружие Которое действует исключительно против славян Стало тиражировать Министерство обороны России В качестве оправдания нападения на Украину Согласно документам, американская сторона Планировала вести на Украине в 2022 году работы По патогенам птиц, летучих мышей и рептилий С дальнейшим переходом к изучению возможности переноса имени Африканские чумы свиней и сибирской язвы Нас уже убьют не ядерным оружием, а биологическим И надо это отчетливо понимать Человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время В очень сложный и очень ответственный период своего развития и существования И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы По версии Михаила Ковальчука, у истоков всех так называемых Великих российских научных прорывов всегда стоял Путин Владимир Владимирович, наукой занимается весь свой срок пребывания в власти Вот я могу сказать, вот грандиозные шаги, которые были сделаны За вот последние там, да, полтора практически два десятка лет с 2000 года Ни один из крупных знаковых шагов для развития науки Не был сделан без участия Путина И более того, они в основном делались по его инициативе Вот такой же хрыч покажет вам по телевизору, который скажет Я Михаил Ковальчук из Курчатовского института, я великий ученый И от лица всех ученых я считаю, что вклад Владимира Владимировича в науку настолько высок Что давайте мы переименуем физику в путизику И под аплодисменты, под аплодисменты будут наши дети учиться с учебником На котором будут написаны путизика за восьмой класс Михаил Ковальчук провел себя не только как псевдоученый, но и как горе-реформатор Он фактически ликвидировал Российскую Академию Наук Создав на ее месте ведомство с сильно урезанным бюджетом и подотчетное чиновникам И все из-за того, что Ковальчука несколько раз не избирали академиком И не утвердили на посту директора института кристаллографии Сразу показалось дно Говорят, что Михаил Ковальчук, пользуясь дружбой своего брата с Путиным Затеял реформу из-за личной обиды В одном из интервью он заявил, что Академия должна неминуемо погибнуть, как Римская империя Никаких прорывов нет, российская наука развалена за последние 20 лет Путин последовательно разгромил Российскую Академию Наук с участием того же самого Ковальчука Финансирование сокращается, ну то есть очень все плохо в российской науке И вы услышите это от любого человека, который хоть как-то с ней связан 24 февраля 2022-го российские ученые написали Путину письмо с требованием остановить войну в Украине Под документом собрали 8 тысяч подписей А уже в сентябре многолетняя борьба Михаила Ковальчука с российскими академиками Закончилась убедительной победой псевдофизика и путинского подхалима Его протеже Геннадий Красников занял пост президента Российской Академии Наук Спасибо Наш земляк Геннадий Красников тайным голосованием избран новым президентом Российской Академии Наук Еще одна новаторская мысль Михаила Ковальчука Имплантация фейков прямо в мозг Будто предрекая будущее России Он обещал свету федерации в 2015 году воплощение мечтаний любого кремлевского пропагандиста Когда вы можете создавать ложную картину действительности внутри человека Как бы там солдат, оператор и так далее Тогда все эти разработки Ковальчук приписывал странам Запада Но благодаря пропаганде его бредовые идеи нашли воплощение у него на родине Чего мы хотим? В родину! Что мы его делаем? Убиваем! Кого? Врагом! Короткая встреча отец и сын Под полковник и старший лейтенант Отец служит в штабе, сын разведчик на передовой Встреча неожиданная А повод-то какой? Младшему вручают орден мужества Ну и вот через два дня мы узнаем, что он оказывается 7 числа уже погиб Я специально иду в военный институт Обучаться, то есть высшее образование, лейтенант И как бы в будущем, если это будет продолжаться Я буду полностью готов, безотказно поехать туда Чем дольше братья-ковальчуки будут продолжать осваивать бюджетные деньги И сеять пропаганду в массы Тем больше людей погибнут и станут коллегами на войне в Украине Этих псевдоученых, коррупционеров и военных преступников Из ближайшего путинского окружения От международного трибунала в Гаге Не спасут ни их научные звания Не то, что они не занимали должностей в российском правительстве За разжигание межнациональной розни И прислуживание кровавому режиму Они понесут заслуженное наказание Субтитры создавал DimaTorzok